Так, Юрий Шалыгин. Здравствуйте, Валерий. Что можете посоветовать по чернкам яблони? Так, у меня тут две дички. Какими сортами лучше привить? Вот. Какие? Я вам наверху покажу белку. Дело в чем. Во-первых, я скажу, ну как, вот две дички, я же ничего дальше не знаю. Дичка однолетняя, дичка двухлетняя, дичка в виде уже молодого раскидистого дерева. Но я, чтобы мне легче было гадать, вот эту вот, одну схемку показываю. Вот так, видите? Вот эта схемка. Место прививки. Видели, да? Это из моей книги. Вот. Я такой художник умудрился нарисовать. Вот видите? Если все-таки раскидистая крона уже, можно сделать вот так вот здесь делается прививки. Если прививка пошла, вот это отрезается. Калечим дерево. Но имеем дерево сад. Раз, два, три, четыре, пять. Даже верхушку и той я умудрялся прививать. Нормально растет. То есть еще и шесть. Вот это вот так. И, в общем, получается, какие лучше привить. А у меня же не бывает плохих. Даже, посмотрите, вы любовались моими ранетками. Жаль, что их никто не распространяет. Это страшная вещь. Вот. Это огромный недостаток нашего всего сообщества. Да нет у нас никакого сообщества. Потом, значит, полукультурки. Есть места близко к полярному кругу. Ну, полукультуркам просто, ну, буквально цены нет там. Вот. Даже в Сибири могут прекрасно расти такие, как роскошные сорта. Вы их видели. Еще увидите. Я вам покажу несколько десятков яблок, которые немыслимые. Считала, что немыслимые. Вот. Далее. И обучение по данной математике тоже бы приобрел. Спасибо. Я что сделал? Смотрите. Самая важнейшая, ценнейшая вещь, которая не устаревает, не сгнивает, не пользуется. Это мои диски. Цена диска символическая, не надо 70. За 300 рублей ценнейший диск, который стоит как бутылка водки. А сейчас за 300 рублей, если купите водку, то лучше не пить сразу в раковину вливайте. Вот. Хотя и дорогой водкой тоже можно отравить. Ну, в общем, это... Это пошло, это подло, когда я не могу продать диск за цену бутылки водки. Вот. Теперь вы упоминали прививку. Смотрите. Диск номер 9. Вот. Когда вы приобретёте... А там ещё будете сотни советов, а это всё-таки целый этот, целый диск полный моих советов, лекция моя в Красноярске. Диск номер 13. Здесь тоже я сижу за столом, рассказываю и долго-долго рассказываю все секреты про прививки. Так? Ну, я бы приобрёл и 9, и 13, если говорить ещё только о прививках. Ну, а в общем-то, я считаю, что лучше все приобрести. Это на всю жизнь, если кто-то хочет стать профессионалом. Без этого ничего не получится. И последний вопрос, который задал в этом письме. Также интересно, зачем прививать вишню. Ну, давайте начнём с того, что вишня – вишня рознь. Есть вишня, которая распространённая. Её можно назвать... Её можно назвать степной? Ну, легко догадаться, что растёт, где хочешь, даже в степи, даже на метро. Вот. Можно назвать её ещё стерящейся. И она прижимается к земле. У меня такие фотографии есть. Но мне стыдно опять всё сначала начинать с первого вебинара. Вот. Это степная вишня. На юге распространяя вишня штамповая. То есть она тоже даёт отводки, но тем не менее она имеет штамп, она вырастает могучей. Хотя даёт отводки, но всё-таки штамп сохраняет. Это не куст, а мощное дерево до высоты 8-9 метров. Это на юге. Там Украина, также Ростовская область, откуда почему-то ко мне вишню заказывать. Так? Но тем не менее, исторически там была она. Это Северный Кавказ, так? Или рядом с ним. Она всегда была или семечек, достаточно мелкая, кислая. Но тем не менее, всё-таки мы выходим из зимы, мы едим кислотину эту, потому что нам не хватает витаминов. Есть вишня даже непривитая. Но она идёт так вот, где-то, вишня, чуть получше. Чуть-чуть там. Она может быть крупнее в два раза. В ней сахару больше. Но она уже не семечка. Это единственный случай, когда девчата тебе рядышки правы. Попробуйте вы его с этого самого, сейчас вам покажу. Видите? Её тоже едят, но морщится. Вот она та самая, и семечка, вот она достаточно мелкая. Переработка, она хороша, так? Вот. Но с корневых отводков как-то произошла народная селекция. Потому что в Минводах я ел вишни вот такую вот. Застрял в аэропорту, и ночью делать нечего. Ходил по улицам, они свешивались на дорогу. Их никто не ел, кроме меня. Вот крупная я не ел, я её жрал. Вот это я запомнил. Вот то вишня, она чисто культурная. И я уверен, так как я была много-много-много, десятки, наверное, сотни деревьев, я уверен, что это народная селекция. Это всё вот так вот растёт, растёт, выкопали, выкопали. Она уже сохраняет эти качества, качество корневых отводков. Вот. А теперь что делать, когда мы в Сибири хотим иметь? И тогда я беру внимание. Так. А, вот что мы сейчас делаем. Извините за обстоятельность, я по-другому не могу. Хотя сегодня опять даже половину не расскажу, что хотел. Нет ли тут вот это вот это? А мы сейчас быстро находим. Делаем вот так. Так, теперь ищем. Ищем, ищем. А вот так. Ищем. Вот они, вишни. Набираем. Сейчас они все откроются. У меня такой архив, боже мой. Вот, когда этот архив будет цениться уже в науке, потому что они отстали на 100 лет, у них ничего этого нет. Вот, смотрите. Видите? Ну, пропускаю волочную вишню. Кстати, я никогда вишню не считал. Волочная вишня, для меня это вариант селевый. Бог с ним. Вот, смотрим. Вот эти уже с корневых отводков. А у них, они, старт, дерево довольно взрослое, но они уже чуть-чуть послаще. Вот. Вот они. Ну, это крупный план. На девочек не заглядывался. Вот. А вот тут-то я уже взял. И на вот эти вот. С той стороны, это заброшенный сад, где погиб мой друг, тоже садовод. Заброшенный сад. И оттуда выкапывал корневые отводки. Уже никому не нужны. И привал. Вот это вот, смотрите, сейчас покажу, что я привел. Вот это с Украины я привез. Привал. И что я получал? Итак. Если бы я... Ну, что я мог с Украины? Ну, если бы косточки привез. Получились бы. Ведь вот эти вишни, утверждаю я железу, вот, когда-то завезли в те самые Столыпинские переселенцы. Иванов, Петров, Сидоров. Ну, были среди них и обстоятельные садоводы. Вот. Жаль, что мы не изучаем их, это, родословные в сибирских садов. А надо быть. Последнее самое дерево, оно один год вдруг дало вишни невероятной крупности. А потом стало как все. Это мне лишнее доказательство было, что именно это и случилось. То есть, за дичали, за сотню лет. И вот, наконец, только прививка. Я привез черенки. Только прививка помогла мне сохранить их качество. А вопрос какой был? Для чего прививка? Ну, еще мы используем вишни для прививки. Вот. Про Супер Аббан я уже устал говорить. Вот. Ой. Вот в школах бы что. Ну, почему нельзя в школах изучать яблоню, грушу, абрикос, сливу, персик? Почему? Почему детей заставляют генетику эту изучать? Ведь сотни, тысячи непереводимых этих терминов. Что он забывает на другой день после экзамена? А то еще это экзамен. Кроме ненависти ничего не выдает. Ну, почему нельзя яблоню, грушу, изучать? Уже бы вся связь, все было это, покрыто садами. Вот я написал, вот бы в школах. Ну, что я такого говорю? И сидит там министр образования, сидит министр науки, министр просвещения, министр сельского хозяйства, на уровне министра, это же самый, президент Академии наук. Вам-то еще вы там сидите-то? Среди нихрена нет. Сами жрете отраву вот эту импортную. Ну, а траву импортную жрете? У вас своего ничего нет. У вас в институтах нет. Неужели так трудно сделать программу в школах нормальную, чтобы научились бы? Морковка подорожала 5-2 раза. Морковка 1,5 евро. Это ужас какой-то. Да, понимаю, с каждым годом и так и будет продолжаться, потому что никто не хочет выращивать морковку. Да если школьникам научить морковку выращивать-то? Может, не стали по 1,5 евро покупать? Долго грядку посадить? Я первую грядку морковки в жизни посадил 37 лет назад. В 85-м году, 36 лет назад. Семечки купил у бабушек. Не подходил все лето. Когда выкапывать начал, они развернутся в бутылку. Куда девать? Полтора евро. Каждый ребёнок должен иметь, выращивать. И овощи, и фрукты. Ну, не хочу отвлекаться. Вот. Я увеличил с помощью вегетативной геморизации. При том, что... А дальше я уже вам всё рассказывал. Возвращаюсь куда? Возвращаюсь туда, где был. У меня давление подпрыгнул. Думаю, что ж вы творите-то с детьми? Идиоты. Уже по-другому назвать нельзя. Что ж за программа-то такая? Идиотская. Я же вам показывал эти.